Саша, это не удивительно. Смотри. Это в ролик не войдет, я надеюсь? Нет, конечно. Что-то совсем, что ли. Хотя, мне так нравятся эти огурцы, чтобы собрать их, надо обойти. То есть они с той стороны более видны. А я вот так вот обхожу. Здесь прям такие классные огурчики. Такие прям висюльки. Веточка, веточка. О, какие. Красота же. Так, раз. Три. Не, ну вот я огородом не люблю заниматься, а вот рвать огурчики мне нравится. И есть их тоже нравится. И что дети едят с огорода, нравится. Так, а кабачки ты уже собиралась? Да? Или мы пойдем на кабачки? Муж-кормилец. Муж-кормилец. Всех ты огурцами обеспечил. Что, все что ли собрала? А, вон они там лежат. Да, да. Да, я видел. И тут на земле прям лежат. Вот я их хотела все-таки порезать, наверное. Ой, мамочки, я теперь не встану. Ох! Так, ладно. Встала. Ну, вон, посмотри, сколько я уже с пола сняла. Или большие. Ну, а вот у нас такой вечерний променаж. Между прочим, огурчики у нас каждый день к столу свеженькие, не очень крупные. Конечно, мы не делаем никаких заготовок. Обратите внимание, сколько здесь кустиков. Сколько здесь кустиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Тут шестнадцать. Шестнадцать? Кажется, как будто бы десять. Ну, ладно. В общем, это только вот на покушать. Сейчас пойдем еще сходим, посмотрим кабачки и тыквы. У нас туда пробрался бык. Самое интересное, как он это сделал. Там же электропастух. Но он пробрался и что-то там наделал. В общем, будем разбираться. О, помидора. Помидора, 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 помидора. Такие они маленькие. Крупные есть, но еще они розовеют. Да, крупные у нас тоже есть и много есть. Гриша в дебри залез помидорные. Я зелененький, могу у них спрятаться. Погнали? Да. Так, давайте посмотрим, что он тут натворил бык. А, намесил, да? Он даже не ел, он просто ломал. Ходил. И в тыкве тоже? Ну, и в тыкве он там сгреб ее, да. Ой-ой-ой. Я несколько тыквушек, ну, как первое, оторванные, вот маленькие оторванные оказались. Угу. Я их просят, он бросил, только как они накинулись на них. Угу. Как будто лучше. Ну, а в принципе, вот эти большие, они хорошие кабачки едят и на тыкву набросились. Я вижу большую тыкву. Да. С ума сойти, у меня таких не было, Гриш, правда. Она еще вырастет, да? Конечно, ну, еще время тебе есть. Если бык, конечно. О, и там тоже. Боже, смотри, какая красавица. Обалдеть. Мы тоже выращивали тыкву, точнее, пытались вместе с дочкой Женечкой, сколько мы не сажали, сколько бы мы ее не поливали, не удобряли. У нас никогда таких тыкв не было. О, еще одна большая, Гриш. Вот другой сорт. Вот. Это уже, то есть, та тыква, это волшско-серая, это я приносил семена, мне не всегда нравились, они такие мясистые, не такие красивые, потому что они серенькие, да, но и вкус хороший, и увесистые. А это вот нам уже тут местные. А желтая тыква, это желтая тыква? Да, это один и тот же сорт, вот местный, но это, по-моему, перемешанные, они желтые, больше, меньше, вот такая есть. Есть вот она в полосочку. То есть, они такие, плюс-минус. Вон форма немножко другой. Вот. А пойдем, я тебе покажу еще. Это в этих же, в местных. А, ну вот желтая. Вот желтая тыква, уже такая более желтая, но опять. Вот, она немножко другой формы. Ну, потому что, я так понимаю, семена уже взяты со своих тыкв, и смесь идет перемешанная, то есть перепыленная, они такие разные получаются. Хотя у меня тоже со своих тыкв, но, видимо, поблизости не было других, и они не перемешались ни с кем. Вот, смотри, это наиболее такая, ну, просто как из тех, которые я приметил, да, наиболее красивая. Но, не знаю, вот тут прошел, прям сильно прошел бык. Тыква лежит целая, плеть к ней подходит нормальная, но повреждена плеть или нет, которая, в принципе, сюда идет, я не знаю. Поэтому, ну, только наблюдать остается. Ну что, огород посмотрели. Пойдем на стройку, я тебе покажу результаты сегодняшнего дня. Разборка продолжалась. Ой, нос наткнул с больным. Опа, красота, красота. Ну вот, сняли мы пол, убрали вот эти, тут лаги такие лежали, 150 на 200, наверное, ну да, вот, прям очень основательно. Ну вот, наконец-то, наконец-то мы сломали наше старое теплое помещение. Еще я его раньше называла человеческим. То есть, там, где мылись доильные аппараты, стоял доильный аппарат, точнее, мылись бидоны от доильного аппарата, стоял доильный аппарат, ведра, телята маленькие жили. Кто смотрит мой контент давно на ютубе, знают, как я его строила, использовала. В общем, это было разделение между козами и коровами. Теперь коз у нас совсем нет. И это продолжение теперь коровника. Я сейчас специально отойду в самый конец, скажем так, этого помещения. Вот здесь уже пять коровок живет. Видите, стоила есть для дойки. И вот представьте перспективу, уходящую вдаль еще пять стоил. Дело в том, что мы посчитали, по метражу мы входим даже с шестью стоилами. То есть, одиннадцать коров может вместить этот коровник. Но, дело в том, что я хочу модернизировать нашу уборку навоза и больше не вывозить тачками, потому что это очень тяжело. Летом, конечно, навоза не очень много, а вот зимой этих тачек будет здесь пять, шесть, а может и больше. В общем, это большая тяжелая работа. И чтобы в этот коровник все-таки въезжал мотоблок, нужно оставить побольше места. Поэтому мы не будем строить коровник на одиннадцать, и тем более двенадцать голов, а построим на десять. То есть, в два раза увеличим наши поголовья. В принципе, у нас и так уже десять коров, считая всех телок и быка. И я думаю, это самый максимум, что мы можем себе позволить. По трудозатратам, по усилиям, по здоровью. Вот этот весь мусор, тут опилки какие-то, щепки, мусор, остатки. Это все отсюда убрать, и причем на выброс. То есть, не на подстилку. Прям совсем, да. Потому что здесь, пока разбирали полы, здесь старые саморезы. То есть, не получалось, саморез были подгнившие, ржавые. То есть, не получалось нормально выкручивать. Мы вырывали гвоздодерами, а саморез, который оставался в влаге, его, опять же, чтобы он там не мешался, вырывали и бросали прямо здесь. Ну, потому что все-таки это мусор. И, соответственно, на подстилку это не пойдет. То есть, можно прямо в мешке, опять же, используя вот это приспособление, да, которое я сделал. Сейчас мы покажем приспособление близким планом. Понятно, что городским, наверное, это будет неинтересно. Но вдруг кто-нибудь увидит, кто-нибудь увидит, кто-нибудь так же сделает, и мы облегчим жизнь людям. Вот приспособление, вот мешок. Приспособление очень простое в своем устройстве. Буквально мне понадобилось. Собирается из того, что нашел. Два куска арматуры, могу сразу размер сказать, по 25 см и 30 см уголок. Второй, неважно какого размера, главное, чтобы было к чему, чем прикрутить, чтобы держалось. Обращу ваше внимание, что приваривать арматурины или что у вас там будет, надо со смещением, чтобы вот тут оставался выступ, сантиметр, полтора, непринципиально. Для того, чтобы мешок за них зацеплялся очень удачно. Раз, раз, раз. Буквально за несколько секунд мешок вешается, крепко держится, и лопатой в него уже насыпаются любые сыпучие. То есть, кстати говоря, там какое-то зерно, опилки, мусор, строительные, может быть, настройки, все что угодно. Таким образом, очень удобно одному лопатой засыпать в мешок. То есть, насыпали, мешок сняли, убрали. В данном случае у меня было к чему прикручивать, то есть, столбы стоят, да? Также вместо вот этого уголка или к нему же можно приварить или прикрутить стойку с небольшой площадочкой, которая будет ставиться в любом месте, и также удобно будет ее наполнять, его наполнять. Ну, смотри, мы убираем вот этот вот мусор, как ты сказал, потом привозим песка, насыпаем песок. А трамбовать его надо? У нас нет трамбовочной машинки. Такой слой можно ногами затрамбовать. Хорошо. Это неплохо трамбоваться у нас. Кладем песок, а сверху песка вот этот вот, изоляцию эту? Нет. Ага. Не песок надо гидроизолировать. Нам надо гидроизолировать. Хорошо, обмазать их можно? Вот. У меня вот вопрос. Тут, допустим, подложено рубероид, но мы не можем подложить рубероид с ним. Ну, да, да, да. Значит, надо обмазать. Вот я предлагаю, можно что-то обмазочное сделать. Предложение какое? Предложение стены утеплить у сарая, прям буквально, ну, в 5 сантиметров хотя бы утеплителя. Я думаю, это очень значительно добавит тепло. Коровы, в принципе, генератор тепла очень хороший, они много тепла дают, но коровы здесь стоят не все. И, во-первых, сары у нас увеличиваются, пока при, ну, том же количестве коров еще. Вот. Плюс коровы уже не всегда здесь, они гуляют на улице, ну, какое-то время в хорошую погоду, да, допустим, какое-то ясное. И чтобы не остывало помещение, а мы хотим сделать с тобой все-таки автоматические поилки. И вот чтобы исключить замерзание воды в поилках, предложение такое утеплить стены. Прямо вот 5 сантиметров достаточно, я думаю, будет. Вот. Потолок. Соответственно, тоже предложение не подшивать его, как был предыдущий потолок, да, низкий, а сделать его более высоким, чтобы, ну, больше было воздуха. Потому что коровы же, они очень много, дышат, испаряют, и чтобы объем воздуха был побольше. Вот. И еще, пока у меня вопрос нерешенный, с вентиляцией. То есть, думаю, есть мысли, как ее лучше сделать, но пока решений нет. Ну что ж, на этом хозяйственный ролик будет окончен. Извините, что мало. В процессе я не снимала, как ребята демонтировали пол, потому что я была в стриме, и кто на ютубе на меня подписан, видели этот стрим двухчасовой. Много было работы проделано. В том числе нам еще привозили 3 тонны зерна. Спасибо огромное. Все за нас болели, как мы его разгрузим. Потому что не все себя хорошо чувствовали в тот момент. Ну, мы справились. Я скажу, что сейчас, в связи с тем, что ютуб очень притормаживает видеоролики, видеоролики я заливаю теперь на дзен в первую очередь, потом заливаю на ютуб. И, конечно, если что-то случится, ну, вдруг, да, и вы меня потеряете из виду в ютубе, то вы меня всегда найдете на дзене. На дзене, в телеграме. Все то же самое. Деревенский дневник очень многодетной мамы. Обязательно подписывайтесь. Скоро я еще появлюсь в ВК-видео. Тоже этим сейчас усиленно занимаюсь. В общем, думаю, что мы с вами никогда не расстанемся. Всех люблю. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok